Хочу сейчас рассказывать немножко о благотворительности. Нельзя говорить, что вот он, хороший человек, поэтому Господь ему давал или не давал. Так нельзя, потому что богатства тоже могут быть, как и награды, так и могут быть испытания. Первая вещь, что надо понимать, надо понимать, что надо отдавать благотворительность, потому что деньги, имущество не наши, мы имеем право их временно использовать. Если вы не даете, жизнь сама заберет у вас их. Но мы больше всего помогаем в основном, это в сторону образования. Почему я эти вещи рассказывал? Потому что очень много людей обращается к нам, что вот помогите туда, помогите сюда. А мы всем помогать не можем. Не обижайтесь, пожалуйста, проблем мира очень много. Поэтому мы по мере возможности, сколько людям сможем, столько и помогаем. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши зрители. Добро пожаловать в рубрике «Вопросы Довлатова» и добро пожаловать в нашем канале «Совете от Довлатова». Хочу сейчас рассказывать немножко о благотворительности, потому что наша социальная жизнь и наше общество состоит от многих вещей. Успех — это не только то, что человек достигает для себя, и успех не только то, что человеку удается там зарабатывать, или там приобрести имущество, или живет хорошей жизнью и так далее. Успех — это насколько человек смог правильно распоряжаться то, что Господь давал ему. Я считаю, что мы все, то есть богатство, имущество — это не наше, мы имеем право временно их использовать. То есть вот это время, которое у нас есть право, которое временно использовать это имущество, насколько человек это на благо использует. Вот в священнике книги Корана написано, что мы испытываем вас болезнями, отсутствием детьми, властью, богатством, бедностью. Богатство тоже могут быть испытания для человека. Но я думаю, что богатства могут быть и наградой, и испытанием. Поэтому, когда мы смотрим на людей, мы видим, что человек состоятельный и так далее, но не всегда является богатством наградой. Не всегда. Может быть, даже это богатство есть испытание. Боже спасти из того богатства, которое является испытанием. Почему? Потому что это очень сильное испытание, очень сложное испытание. Я для себя это императрировал таким образом, что как можно узнать, что это богатство у человека является наградой или испытанием. Например, посмотрите, некоторые люди молятся и все делают, но что поделаешь, он несостательный, ему Господь не дал. Может быть, сам не трудится. Не важно по какой-то причине, но факт, что он несостательный. Хотя он верующий, хотя он молится, хотя он такой. А видишь другого, который в казино ходит, или там, не знаю, не сказать, что у него там супер-пупер богобоязненная жизнь, но он состоятельный. Поэтому, исходя из этого, можно понимать, что по богатствам человека ориентировать его богобоязненности нельзя. Нельзя говорить, что вот он хороший человек, поэтому Господь ему давал или не давал. Так нельзя, потому что богатства тоже могут быть как наградой, так и могут быть испытанием. Но, что я понял, как можно узнавать это богатство, каждый из нас, мы должны себе задавать этот вопрос. Это имущество, богатство, которое у меня есть, оно в виде награды или в виде испытания. Если хотите знать, оно для вас в виде награды или испытания, или у кого-то, если хотите знать. Посмотрите, человек, на что потратить это имущество. На что человек потратит, это яркий показатель. Если человек эти деньги потратит на благое дело, на созидание, на, можно сказать, улучшение жизни на земле для себя и для других людей и так далее, это награда. А если вы видите, что богатство, человек тратит эти деньги для того, чтобы золотой унитаз построить, для того, чтобы удовлетворить свой высокомерый и так далее, и так далее. Вот это богатство уже по моим понятиям. Конечно, Господь знает лучше. Все Вишни знают лучше, по моим понятиям. Мне кажется, что это, наверное, богатство, которое для испытания. Хочу немножко рассказать про благотворительность. Дорогие мои, благотворительность в самом начале кому надо давать? Вообще, зачем надо давать благотворительность? Зачем надо отдавать благотворительность? Благотворительность надо отдавать, потому что это является и по всей религии, и по христианству, и по исламу, по всей религии. Говорится о благотворении для того, чтобы лечить общество, для того, чтобы поддерживать общество, для того, чтобы те, кому Господь больше давал, кому больше повезло в жизни, скажем, если простыми словами, чтобы они могли заботиться о другой слой населения, которые не виноваты, что так происходило с их жизнью. Например, есть люди, которые не родились больными, они же не виноваты за это. Есть люди, которые, можно сказать, пожилой стал. Может быть, раньше он очень много работал, очень много делал, трудился в обществе, теперь сегодня он в пенсии, но этой пенсии не хватает, недостаточно, чтобы нормально прожить. Или бывают стротные дети. Дети родились, а родители ушли раньше от жизни. Они же не виноваты за это. Или бывает, что кто-то пожилой сегодня, но у него дети ушли от жизни раньше. Он потерял детей. Поэтому сегодня он может действительно нуждаться. Или бывает, что человек, кто-то стыдно заболел или какой-то ситуацией оказался какой-то тяжелой болезнью, которую тяжело лечить, у него нету состояния, чтобы это делать. Даже если все свои дома все продаст, это не может делать. Такие моменты тоже есть. Поэтому благотворенность нужна для того, чтобы действительно тот слой населения, который добыл из чего-то, помогли, тот слой, который не по своей воле попали. Но благотворенность нельзя давать человеку, который лентяй, человеку, который полноценный здоровый, не инвалид, человеку, который, можно сказать, у него все возможности. То есть Бог давал ему возможность, иди зарабатывай, иди трудись. Но, к сожалению, часть людей, которые полноценные, себя морально инвалидом читают, морально, и начинают говорить, мне тяжело, мне трудно, помогите мне и так далее. Разве это благотворенность им помогает? Я считаю, что нет. Этим людям нельзя благодарить. Почему? Потому что эти люди привыкнут сегодня от вас, завтра от сестру, послезавтра от соседа, еще кого-то, еще кого-то. Они добавляют в себе такой синдром, мы его назовем синдром бичурагон. Или вот такой синдром, знаете, подключать к себе такой психологу, такой нуждающийся, и питается на жалости, брат, на вас. Таких очень много, к сожалению, вокруг нас. Однажды у меня был такой случай, прежде чем буду дальше говорить, об этом расскажу. Была одна женщина, пришла ко мне, и она подходит ко мне, здравствуйте, да, Влад, я так ждала вас увидеть, я так ждала с вами встретиться и так далее. Женщина взрослая, за 50. И я говорю, спасибо, добро пожаловать, приходите. Она говорит, и вдруг она говорила, я вашим болельщик, я так все годы, вот смотрю вас на ютубе и так далее. Я сказала, это очень хорошо, надеюсь, что вам помогает. А потом она сказала, можно я зайду бесплатно к вам на тренинг? Я сказала, не могу. Она говорит, почему, почему не можете? Пожалуйста, разрешите мне зайти бесплатно, ну подарите мне ваш блядь. Я сказала, не могу. Она еще раз повторила, третий раз. Тогда я, то есть она вынудила меня, чтобы я сказал ей всю правду. Она говорит, ну, я думал, что вы другой человек, я вас не ожидал. Начала вот такие вещи говорить, как будто, если я бесплатно позволил бы ей, значит, я был хорошим человеком. Но когда ей сказал, нет, бесплатно не пустим вас, тут же я стал для нее плохим. Когда она так себя начала вести, мне пришлось ей откровенно сказать, послушайте, я не могу позволить себе к вам относиться как к инвалиду. Вы же не инвалид, вы же полноценный человек. Но если вы себя начнете вести как инвалид и будете чужой услуга, чужой товар, брат, бесплатно, сегодня у меня, завтра еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то, когда-нибудь Всевышний сделает вас нуждающимся попрошайкам. Когда-нибудь жизнь сделает вас парализованными, что тогда будете ждать и нуждаться. Если Всевышний давал вам возможности, талант и давал вам здоровье, ну, почему бы вам не стараться? Не стараться полноценно трудиться, чтобы обеспечить себя. Вы нарушаете закон Мерила, вы берете чужое без особого труда, чужой услуга, чужой товар, чужое брать нельзя, вообще нельзя брать чужое. Поэтому всегда убедитесь, что чей-то хак, то есть чей-то доля к вам не пришел просто так. Наоборот, всегда дайте чуть больше, чем вы берете, неважно, чем вы занимаетесь. Моя философия такова, всегда дай чуть больше, чем ты берешь. Всегда дай чуть больше, тогда все станет на свои места, но всегда дай чуть больше. Поэтому вот это самый важный момент, вот это. Если вы полноценный человек, вы сами никогда не просите, как попрошайки, потому что когда-нибудь, потому что человек, который полноценный, руки здоровья, ноги здоровья, глаза видит, все видит, и на место того, чтобы трудиться, он начнет себя как инвалид вести, когда-нибудь жизнь его сделает инвалидом. Никогда так не делайте, потому что это самое жесткое, самое плохое, то, что вы можете себе позволить. И не дайте другим так делать. Если кто-то полноценный придет к вас, вот просит так, не дайте, скажите, нет, так не пойдет. Кому можно в таких случаях помогать? Это студентам, талантливым людям. Он здоровый парень, но он родился не в такой семье, которая, можно сказать, очень-очень успешная. А если его родители могут ему помочь, не надо давать, пусть его родители сами, пусть свою машину, не надо на джипах ездить, и пусть помогает. Были у меня случаи, что одна женщина мне сказала, я хочу, чтобы вы помогли моему сыну учиться, но у меня два бизнеса, пока доход маловато. Я вижу, что у нее есть возможность своему собственному сыну обучать, но хочет, чтобы я помог ее сыну. Я сказал, это не буду я делать. Почему? Потому что я помогаю тем людям, которые видят, что талант есть, хочет учиться, Богом дано талант есть. Возможности нет. Финансовые возможности не позволяют. И я вижу, что этот парень, если финансовые возможности нет, он выберет абсолютно другую дорогу. Соответственно, он теряет себя в жизни, потому что тот талант, который Богом дано, так и остается на раскрытии. Он пойдет в другую сторону работать, чтобы лишь бы семью кормить. Вот таким я поддерживаю. Он не такой. Семья состоятельная, семья коттеджей живут и приходит тебе и говорит, вы платите за учебу моего ребенка. Это просто люди, которые хотят пользоваться тобой. Это не очень правильно, не очень хорошо. Вернусь туда на благотворительности. Дорогие мои, я мусульманин. Христианам говорят, что дай десятину. Десятину дай каждый месяц, говорят, да? Серковь дай по-разному. Разные течения христианства тоже есть. Католики, православие, протестанты и еще другие. Там есть 4-5 направлений. А у нас мусульмане тоже сильные ши и так далее. То есть, что я хочу сказать. В общем, я насколько знаю христианство, десятину надо давать. Где-то говорят, что серковь давать, где-то говорят, что, возможно, нуждающимся давать. В общем, дайте, как говорится в вашей религии. Потому что это важный час вашей жизни. Надо давать. Мусульманам нам говорят, 41 дай год один раз, дай в виде закат. Вот ту десятину, которую христиане дают, мы даем как в виде закат. Год один раз. Но год один раз 41, говорится в исламе. Это что значит? Если христиане дают от чистого прибыла десятину, мы, мусульмане, даем 41, то есть 2,5% от общего оборота, который у нас есть. Если мы занимаемся бизнесом, например, представьте, что есть человек, то есть, например, у меня есть магазин. Например, я коротко объясню. Есть магазин у человека. Но в этом магазине, скажем, есть 40 тысяч долларов товара. Но продажная цена, не покупная цена, продажная цена. Почем ты хочешь продавать и так далее. И с кассы есть еще 5 тысяч долларов. Продавали наличные деньги. 45 тысяч долларов, например. То есть, получается, еще, скажем, что у этого магазина может быть 7 тысяч долларов долги с предпоставщиком. Значит, 45 тысяч, 7 тысяч минусуем, 38. Вот из этого 38 надо умножать на 2,5% один раз отдавать. Это правило такое. То есть, всегда надо отдавать из того, что вы купили, чтобы приумножать. Приумножать. Например, если у вас есть свой собственный магазин, но в магазине же вы не продаете, вы только товар там продаете. Скажем, товар. Пусть будет, скажем, одежда или продукт питания. Вот из этого даете. То есть, получается, все то, что человек покупает для того, чтобы перепродавать и чтобы разбогатеть и так далее, от этого давать надо. А если вы не бизнесмен, вы просто имеете, на зарплату работаете. На зарплату работаете, например, скажем, вы получаете тысячи долларов зарплата. Вот тогда вы конца года посмотрите из того, то, что лично накопилось у вас, если вы были на моей тренинге, я там рассказываю модель с чего-то управления семейной бюджет, там есть финансовая защитенность, которой годовой расход накапливаем, и капитал, который отдельно накапливаем для того, чтобы бизнес делаем. Вот из этой суммы, из того, что накопили лишнее, из того вам надо давать 2,5%. Я надеюсь, что я могу вам объяснить. Теперь первый блок, надо вам, первая вещь, что надо понимать, надо понимать, что надо отдавать благотворительность, потому что деньги, имущество не наше, мы имеем право их временно использовать. Если вы не даете, жизнь сама заберет у вас их, в виде болезни, в виде катастрофы, в виде штрафа, в виде падения, в виде ошибки, в виде просрочки, в общем, в виде какой-то нибудь сосед затопит вас, в катастрофе или фосмажора, но жизнь сам заберет у вас. Я хочу, чтобы вы знали, жизнь сама забирает. Второе. Значит, первый блок. Надо принимать решение, осознать, что надо отдавать благотворительность. Второе. Как надо отдавать? Соблюдайте вот это правило, которое только что я сказал, которое происходит в священных книгах. Теперь. Но есть люди, которые переборщат. Есть люди, которые сами нуждаются ради показуха или ради самоутверждения, что ли, или как можно это еще сказать, не знаю. Они постараются много своего богатства раздавать, но сами нуждаются. Это неправильно. Всевышний создал некую формулю. Он говорит, десятину отдай христианам. Мусульманам говорит, в год один раз сорок одного отдай. Это закат. То, что называемые благотворительности. А то, что каждый день по чуть-чуть садака даете, как будто на улице и так далее, это ваш выбор. Хотите, давайте, не хотите, не давайте. Это милостынь. Когда у вас по душе, вы, пожалуйста, отдавайте и так далее. Ну, отдавать лучше, чем не давать. Это ваш выбор. Но сейчас моя речь идет основном о благотворительности, о, скажем, самом закате и десятине. Теперь, но больше этого давать не обязательно. Есть мера. А почему вот эта мера соблюдать надо? Потому что больше этого, может быть, это пойдет на вред вашей семье и на вред вашей старости. Потому что на вред себе это делать не всегда хорошо. Если вы состоятельный человек, вы уверены, что у вас это все хватает, и у вас нормально, это будут лишние, вот, тогда давайте. Это ради Бога. Если хотите, пожалуйста, делайте. Я знаю, например, окружение Мухаммаса, и я знаю, что Абу Бакр все свое богатство тратил на религии ислама. Умар 50%, Усман 25% от своего, одну четвертую часть своего богатства отдавал. Но нам, всем мусульманам, говорится, что дать 41%, 2,5%. Дайте вот этого. Просто этого дайте, это уже достаточно хватает. Поэтому выше этого не надо делать. Это очень-очень важная вещь. И третья самая важная вещь, кому надо отдавать. Вот это кому надо отдавать, очень важный момент. Кому надо отдавать. Первым, родным, близким надо отдавать. Самым первым вы обязаны давать, родным, близким, родственникам, братьям, сестрам. В первую очередь это братья, сестры, потом родственники. А потом, если родственники не нуждаются, соседи, вот это твоего односельчане, одно твое, можно сказать, потом вот так растет. Потом потихонечку идет, если тебе здесь никому никто не нуждается, пожалуйста, чуть дальше. Возможно, твои земляки. Потом дальше идет по всему миру, кому ты можешь помочь. Вот так делается благотворительность. Поэтому очень важно вот это правило соблюдать. это правило создано не мной, это сказано пророками, это сказано в священниках и так далее. Вот. Вот это его надо соблюдать. Тогда результат будет гарантирован. Я делаю благотворительность ради Аллаха. Просто свободно мы делаем и так далее. Мы делаем сколько, сколько сможем. То есть, мы выделяем в этом фонде, мы делим только благотворительность, но у нас есть четкое направление, от которого мы не уходим. Я надеюсь, что в ближайшее время Аллах даст, в этом году мы создадим свой благотворительный фонд. Возможно, потом возможностей будет чуть больше. Почему? Потому что к нам обращаются очень многие, а мы всем помогать не можем. Потому что это нереально. И вот это есть формула, мы его соблюдаем. Раньше иногда мне охота была то же самое делать. Несколько раз были такие случаи, что я помогал многим людям не потерять дома, вытащили их детей от турмок, кому-то там помогали из операции вытащить. А вы ущерб себе и свои бизнесы это делал. Потом однажды я понял, кто я такой. Я же не Бог, я же не Всевышний. Если у человека он попал в такой ситуации, он должен пережить эту ситуацию сам. Почему я должен его ношу носить? У каждого свой крест. и каждый свою могилю, каждый свой ношу таскает сам. И нельзя вмешиваться. Если все Вишни дали ему это пережить, он должен это пережить. Поэтому надо помогать столько, сколько тебе не навред себе и не навред твои планы, твои цели и так далее. Вот тогда у меня все начало стать по порядку. Потом потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть все стало на свои места. Потому что всем людям мира, нуждающим все равно помочь не можешь. Всем это невозможно помогать. Это нереально. Потому что людей нуждаешься очень много. Это почти невозможно. Поэтому надо помогать только все Вишни. Надо просить помощь у Всевышнего и так далее. когда люди приходят к нам обращаться того, кого мы можем помогать, мы чуть-чуть помогаем. Кого не можем помочь, мы говорим, что не можем. У нас есть ограничения, у нас есть точно так же список, точно так же того, ограничения, мы не можем это делать. Какие направления основном мы помогаем? Я понял, что да, мы помогаем иногда, пожалим людям, иногда мы помогаем срочным операциям немножко, но мы больше всего помогаем основном это сторону образования. Я пришел к выводу, что я буду, если фонд создать, даже мой фонд будет на два направления только работать. Это иногда питовую воду где-то привезти в каких-то селах, районах и так далее. Я это уже делаю и основном образовании. Максимум мы будем вкладывать только на образование. Наша цель. Я пришел к выводу, что человеку дайте знания, остальное он сам это сделает. Человеку чем давать постоянно рыбу, либо рыбу давать, как сказал Иисус, лучше научиться ловить рыбу, а дальше он сам. Я пришел к выводу, что надо научить человеку читать книги, надо научиться человеку пробрести знания, пробрести навыки, а все остальные знания и навыки поможет ему все остальное делать. Но самая первая книга, которую надо человеку научиться читать, это Коран и Библия. Если человек научится Коран, а все остальное Коран обучает ему. Если человек научится Библии, если он христиан, Библия учит ему все остальное. Библия учит ему, чтобы стремиться к знаниям, Коран учит ему, чтобы приобретать знаниям, потому что знания впереди чем ильм важнее, чем ибодат. Сам Коран обучает это. Например, я не ходил никаким, скажем, репетитором в детстве. Моя мама не нанимала никаких репетиторов. У меня не были никакие другие дополнительные, там, не знаю, этих. Просто у меня 8 лет, когда мне была мама, дала наставнику, он меня обучал хорошо Коран. И много сунни, много хадисов пророка. А это все обучало меня все остальное. Поэтому я убежден, что обучайте своих детей Корану, Библию, а Коран обучает их, и Библия обучает их все остальное. Поэтому я деньги вкладываю именно в образование, чтобы люди стали, когда у человека появляется правильное образование, талантливых ребят мы поддерживаем. Мы держим много дом знаний строим, дом знаний, это школа я строю. Вот деньги направляю на это. Почему? Талантливых ребятам надо помогать, пусть они получат хорошее образование. Один талантливый человек порою могут действительно влиять на судьбу миллионных людей. Он станет причиной изменения жизни целого народа иногда. Иногда один человек меняет целую страну. Или иногда один человек может изменить действительно весь мир. Это правда. Он что-то делает такое, то, что изменит мир. Разве посмотрите, кто изобрел самолет, он не изменил мир. Кто создал интернет, кто создал телефоны, кто придумал нефть, электричество и так далее. Разве они не изменили мир? Сами подумайте, кто это лекарство придумал, кто вот это все, скажем, создал, вот это инженерный подход и так далее. Они, каждый из них, в чем-то изменили этот мир, лучшую сторону. Понимаете? Поэтому мы вкладываем в это направление. Но только тех ребят, которые у него нету дяди, тети или родственников, которые ему помогли бы. А вот таких мы помогаем. А если видим, что у человека там родственники все состоятельные, а он такой. Ну, если родственник состоятельный, они же будут ему помогать. Если ему никто не помогает, значит, у этого человека что-то не то. Значит, что с отношением не то у этого человека. Либо он высокомерный, либо он не может с ними подойти, дружеское отношение строить, чтобы если вы даже родни не помогаете ему, значит, есть в чем-то проблем. Поэтому таким мы не поддерживаем. Почему я эти вещи рассказывал? Потому что очень много людей обращаются к нам, что вот помогите туда, помогите сюда. А мы всем помогать не можем. Не обижайтесь, пожалуйста. Проблемы мира очень много. К сожалению, к сожалению, мы не можем. Мы не Бог. Всевышний ношу дает каждому из нас, чтобы мы прожили этого. Поэтому мы по мере возможности, сколько людям сможем, столько и помогаем. Поэтому если вы написали где-то, и вам не ответили и так далее, значит, просто слишком много. Поэтому не обижайтесь на это. Это естественно. А я молюсь за вас. Молюсь за вас, чтобы в любой ситуации, в которую человек попадает, только все вишни помогают решать. Поверьте, это правда. Знаете, как я делаю? Я усердно начну молиться, когда в чем-то у меня есть затруднения. Я просто удваиваю количество мольбы. Усердно начну молиться, усердно начинаю трудиться. Вот это помогает решать. Усердно молиться, чтобы Господь барракат давал, удачу давал. Усердно надо трудиться, чтобы результат был и научиться стать профессионалом. Поэтому, дорогие мои, вот об этом говорил, это тема благотворительности для того, чтобы немножко ясно стало для многих людей. Займитесь благотворительностью, если вы состательный, если вы бизнесмен. Мечтайте заниматься благотворительностью. У меня очень большие мечты, чтобы человек вырастет, сделать еще много вещей. Но пока сколько Аллах дает, столько и делаем. И самая интересная вещь вам скажу. Я очень много делаю благотворительности. Я на себя не трачу так, как многих состательных людей. Очень много детей обучаю, как ступендии. Очень много школе делаю, помогаем, строим сейчас и так далее. Но это дает такое внутреннее спокойствие. Это несказуемая вещь. Поэтому молитесь, чтобы Аллах давал вам возможность заниматься благотворительностью. Молитесь. Желаю вам успехов. Удачи вам желаю. Просветайте. Помогайте друг другу. Удачи вам.